Всем привет, с вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет комедийного ужастика 2023 года «Конкретный убийца». Во флэшбэке рассказывают о том, что 35 лет назад, в октябре 1987 года, в небольшом городке Норт-Вернон, юную Тиффани жестоко убили в её гараже, точно в 16-й день рождения девушки. Через два дня другая девушка Мариса была найдена мёртвой в небольшом семейном домике в лесу. Затем в Хэллоуин третья жертва по имени Хизер также была жестоко убита на парковке парка развлечений. Оказывается, злодей нанёс всем троим ровно по 16 ножевых ранений, а его личность так и не была установлена. С тех пор маска убийцы стала очень популярной, и теперь каждые Хэллоуин люди наряжаются как ненайденный злодей. В настоящее время местный житель Крис Дубасейдж ведёт свой видеоблог об этих случаях, зарабатывая на преступлении хорошие деньги. В то же время юная Джейми собирается на концерт в честь Хэллоуина. Однако мама Пэм запрещает дочке выходить на улицу, так как она была близкой подругой трёх убитых в 1987 году девушек, и с тех пор каждый Хэллоуин она буквально трясётся от ужаса. Тогда отец девушки Блейк обещает отвезти дочку на место, и замечает, что кто-то постоянно отправляет сообщение его жене, на что-то отвечает, что это лишь родительский чат. Затем Блейк отвозит Джейми к её лучшей подруге Амелии, где встречает её маму Лорен, бывшую одноклассницу Пэм и Блейка. Лорен жалуется, что её вызвали на работу, а Блейк отвозит обоих девушек на концерт. В это время в дверь Пэм звонит человек в маске, который неожиданно выхватывает нож. Хозяйка успевает забежать внутрь и вызвать копов. Незнакомцу удаётся проникнуть внутрь и напасть на Пэм, которая кричит, что скоро приедет полиция. Злодей делает вид, что уходит, но затем нападает на хозяйку со спины и убивает её, нанеся ровно 16 ударов ножом. Смерть матери становится для Джейми настоящим шоком, а Крис с энтузиазмом ведёт свой видеоблог прямо перед их домом. На следующий день директор школы ДАГ и полицейские спрашивают Джейми, где был её отец во время убийства. Оказывается, Пэм и Крис часто переписывались, и возможно у них даже был роман, что могло стать причиной для убийства. Но девушка уверена, что это бред. После учёбы Джейми встречается с Амелией, которая объясняет, что она пытается закончить работу над машиной времени в фотобудке, которую в своё время начала ещё её мать. Цель подруги вернуться в 27 октября 1987 года, чтобы остановить убийцу. Вечером Джейми смотрит видеоблог Криса, что совсем не нравится отцу, уверенному, что Крис пытается заработать деньги на чужой крови. На следующий день в кафе Джейми встречается с Крисом, который отрицает, что встречался с её мамой. По словам мужчины, он лишь хотел помочь Пэму становить личность убийцы, так как после последней расправы она получила записку, что станет его следующей жертвой. Джейми возвращается к Амелии, где на неё неожиданно нападает убийца в маске. Девушка пытается спрятаться в фотобудке, но появившийся злодей вонзает нож в пульт управления машиной времени и случайно её активирует. Из-за этого Джейми переносится на 35 лет назад, в день первого убийства, и осознав это, решает остановить злоумышленника. Узнав от женщины поблизости, что Пэм находится в школе, Джейми сразу направляется туда, где врёт администратору, что она ученица по обмену из Канады, и получает допуск в здание. В спортивном зале девушка с удивлением видит трёх подружек – Тиффани, Марису и Хизер, которых вскоре должны убить. Однако Джейми теряет дар речи, узнав, что её мама Пэм в подростковом возрасте – настоящая стерва и хулиганка, которая просто обожает издеваться над сверстницами. Узнав про вечеринку, на которой должны убить Тиффани, Джейми пытается уговорить школьниц не ходить туда, но её никто не хочет слушать. Тогда девушка идёт в полицейский участок, но копы лишь ухмыляются, так как в их маленьком городке никогда не было убийств. Джейми узнаёт у администратора школы Алорен, матери Амелии, и дожидается её после урока. Девушка рассказывает Лорен о машине времени, которую её дочь изобретёт в будущем, и о трёх жестоких убийствах. Лорен верит незнакомке, так как та подробно рассказывает о машине времени, которую она как раз сейчас проектирует. Затем Джейми делится, что она собирается остановить убийцу, а затем вернуться в своё время. Но для этого нужен Wi-Fi, который, к сожалению, ещё не изобрели. Тем временем, в 2023 году Блейк сильно беспокоится о пропавшей дочери и рассказывает копам о её исчезновении. В этот момент появляется Амелия и заявляет, что Джейми переместилась в прошлое с помощью её машины времени. Но ей, естественно, никто не верит, кроме Криса, которого очень интересует происходящее. В 1987 году Лорен и Джейми идут на вечеринку по случаю дня рождения Тиффани, чтобы предотвратить убийство. Там Джейми знакомится с ботаником Дагом, которого все обижают и который в будущем станет директором школы. Также девушка обращает внимание на накачанного парня Блейка, который в будущем станет её отцом. Кроме того, Блейк сейчас встречается с Тиффани, а об отношениях с Пэм пока даже не идёт речь. Джейми пытается образумить троих подружек, но те в ответ лишь насмехаются над странной особой. Чуть позже Тиффани поднимается на второй этаж, чтобы как следует оторваться с парнем. Тиффани уходит в ванную, а вместо парня на неё из шкафа набрасывается злодеев маски и жестоко убивает своим огромным ножом. К сожалению, Джейми поздно находит Тиффани, которая уже не подаёт признаков жизни в спальне своих родителей. Испуганная Джейми неожиданно понимает, что её появление начало менять таймлайн, так как в оригинальной временной шкале тело Тиффани нашли в гараже, а не в спальне. После случившегося Джейми и Лорен провожают Пэм домой, а Джейми врёт, что она узнала про убийство с помощью своих экстрасенсорных способностей. Трое решают переночевать вместе, а Пэм признаётся, что их смерти могут желать многие, так как они серьёзно обидели и унизили немало школьников. В 2023 году Амелия работает над машиной времени, чтобы вернуть обратно Джейми, когда появляется Крис и заявляет, что Тиффани убили в спальне, а не в гараже. Получается, что действия Джейми в прошлом мгновенно влияют на будущее и меняют его. Кроме того, на фотографии 1987 года двое с удивлением видят появившуюся Джейми. В прошлом Джейми пытается уговорить девушек не ехать в лесной домик, где произойдёт следующее убийство. Тогда Мариса предлагает укрыться в доме её родителей. На уроке учитель велит Джейми сделать упражнение в паре с ботаником Дэймоном, а девушка замечает в его блокноте очень мрачные записи об убийствах и смерти. Позже девушки едут в дом Марисы, а Джейми с ужасом понимает, что это тот самый лесной домик, где произойдёт следующее убийство. Девушка пытается отговорить спутницы Ти туда, когда появляется ещё одна группа старшеклассников, и все вместе они решают устроить в домике вечеринку. Джейми просит остальных быть осторожными, но те лишь насмехаются над ней, а затем один из парней вообще выставляет её за дверь. Джейми обходит домик с другой стороны и с ужасом видит Хизер, лежащую на кровати без сознания. Мариса с каким-то парнем решают провести время на улице, а убийца в это время появляется из шкафа, быстро догоняет очнувшуюся Хизер и жестоко расправляется с ней на улице. Это меняет порядок смертей. Вместо Марисы погибает Хизер. Злодей вырубает стоящих на его пути подростков и скрывается в лесу. Ребята спешат в полицейский участок, чтобы сообщить об убийстве. Джейми отдает копам образец ДНК преступника, но те лишь смеются над ней, ведь про ДНК в то время никто не слышал. В школе Джейми выясняет, что Дэймон всего лишь закомплексованный парнишка, но никак не убийца. А появившийся Даг как староста просит учеников пройти на урок. После этого старшеклассники думают, как поймать убийцу. Они решают использовать Марису в качестве приманки, ведь она должна стать последней жертвой. Параллельно Лорен дорабатывает машину времени, чтобы вернуть Джейми в будущее, запитав ее энергией от популярного аттракциона. В то же время в будущем Крис помогает Амелии починить их устройство. В Хэллоуинскую ночь Мариса пытается заманить убийцу в комнату страха, где его уже поджидают остальные. Как и ожидалось, злодей нападает на Марису, но ей на помощь приходят все ребята и с трудом отправляют убийцу в мир иной. Под маской группа с удивлением видит лицо Дага. Оказывается, год назад студентка по имени Триш трагически погибла в автокатастрофе. А хулиганки Тиффани, Мариса и Хизер были ответственны за ее смерть. Они дали ей прозвище «Толстая Триш» из-за ее лишних килограммов. Однажды вечером троица пригласила Триш домой к Тиффани, где хорошенько напоила ее спиртным, чтобы заставить рассказать об интрижке с их тренером. Хулиганки сильно давили и издевались на Триш, которая не выдержала этого, посреди ночи ушла домой в состоянии алкогольного опьянения и погибла в автокатастрофе. Вот только троица не знала, что погибшая встречалась с Дагом, который надел маску, чтобы разобраться со всеми обидчицами. Джейми не может поверить, что мама оказалась способна на такое. Но Пэм утверждает, что она не имеет к гибели Триш никакого отношения, а остальные это подтверждают. Тогда непонятно, кто подкинул записку с угрозами Пэм и убил ее в 2023 году. Рассуждение ребят прерывает еще один незнакомец в маске, который жестоко расправляется с Марисой. Затем злодей бежит за Джейми и убивает оказавшегося на пути отца Криса, который вел прямой репортаж с места событий. В итоге ребята попадают в машину времени, которая наконец заработала, а Лорен объясняет Джейми, что ей нужно оставаться внутри, когда аттракцион раскрутится до максимальной скорости. Иначе при попытке выбраться наружу она превратится в кровавое месиво. Лорен выбирается наружу, чтобы включить машину времени, в которой оказываются заперты Джейми, Пэм и второй убийца. Злодей добирается до Пэм и ранит ее ножом, но Джейми удается вытащить мать наружу. С лица убийцы слетает маска, под которой оказывается Крис из 2023 года. Мужчина признается, что он не имел понятия о том, что Даг был первым убийцей, а он сам в будущем убил Пэм только для того, чтобы поддержать интерес к личности злодея. Также Крис подкинул Пэм записку с угрозой, чтобы сделать свой видеоблог более популярным. Крису надоело, что его постоянно сравнивали с его успешным отцом, поэтому он убил и его тоже. Сказав правду, Крис нападает на Джейми, но девушке удается обмануть злодея и выбросить его наружу прямо навстречу смерти. После этого девушка возвращается в настоящее время за день до Хэллоуина 2023 года. К большому облегчению дочери, Пэм все еще жива и замужем за Блейком. При этом Лорен помнит все произошедшее в прошлом и сообщает Джейми, что эта временная шкала отличается от той, с которой она пришла. Поэтому Лорен написала книгу со всеми изменениями. Неожиданно какой-то мужчина приветствует Джейми и заходит в дом. Тогда Лорен объясняет, что в этой временной шкале родители Джейми начали встречаться раньше, чем изначально, и теперь у нее есть 34-летний брат по имени Джейми, а ее саму зовут Калет. Кроме того, Лорен стала биоинженером, а Амелия все еще лучшая подруга главной героини. Наконец, Крис теперь живет в монастыре в Индии, травмированный убийством своего отца в прямом эфире, не осознавая, что это он сам из другой временной шкалы совершил убийство. Как вам фильм «Конкретные убийцы»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!